Всем привет, меня зовут Юля, и в этом видео я подготовила для вас 10 полезных привычек, которые будут очень хорошо влиять на ваши качества жизни и в целом будут делать вас более счастливыми. Многие из них будут бытовые, и первое, о чем я бы хотела поговорить, это постельное белье. Постельное белье напрямую влияет на то, насколько хорошо мы спим, а сон напрямую влияет на наше самоощущение. Поэтому я считаю, что вложение в хорошее постельное белье из натуральных тканей, это очень хорошая идея. Также я считаю очень важным стирать постельное белье, самое оптимальное для меня это 2 раза в неделю. Я понимаю, что это немножко проблематично, если у вас нет сушилки, потому что лично у меня, например, всего один комплект постельного белья на нашу кровать, есть еще один гостевой, и я стираю его, сушу, все это занимает 2 часа, и тут же могу застелить кровать. Конечно, если у вас сушилки нет, то нужно иметь в запасе еще один комплект постельного белья, но это настолько важно. Мне кажется, нет ничего хуже, чем спать в кровати, которая заправлена несвежим бельем. Поэтому я бы очень советовала вам обратить свое внимание на это, если вы как-то немножко ленитесь в плане стирки постельного белья. А также, мне кажется, очень важен запах в комнате, и я в последнее время очень увлеклась темой essential oils, не знаю, как это правильно называется, масла, масла, какие масла, я не знаю, в общем, лавандовое масло я хочу купить, и купить диффузор еще пока что не приобрела, но сейчас у меня есть спрей для подушек с лавандой. Я его распыляю на кровать, и, боже мой, этот аромат очень приятный, он настолько расслабляет и спишет гораздо глубже, когда вдыхаешь аромат лаванды. Кстати, это еще очень хороший лайфхак, если у вас бешеные дети, а они у большинства людей бешеные, можно добавлять в ванну пенку, например, с лавандой, или также купить диффузор и лавандовое масло, и когда ребенок будет дыхать этот аромат, он будет успокаиваться и отлично спать всю ночь. Но, пожалуйста, выбирайте качественные масла с натуральным составом, чтобы они ни в коем случае не вредили ни вам, ни вашим детям. В зимний период времени увлажнение воздуха просто необходимо, если у вас маленькие дети, особенно грудные, без этого не обойтись. Поэтому, если у вас еще нет увлажнителя воздуха, это must have. Почитайте Комаровского, если у вас есть дети. Он как раз в своей книге писал, насколько важно, чтобы в комнате не был сухой воздух. Вторая полезная привычка — это избавление от ненужных вещей. И я это делаю регулярно, если не раз в месяц, то раз в два месяца точно. А учитывая, что каждый раз, когда ты проходишь какой-то марафон по личностному росту, там обязательно будет пункт избавиться от всех вещей. И каждый раз находится минимум два мусорных пакета огромных с ненужными вещами. Если вы хотите привнести что-то новое в свою жизнь, то нужно избавиться от старого. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас взять огромный мусорный пакет и пройтись по своему гардеробу, выкинуть все вещи, которые с затяжками, которые какие-то растянутые. Все, что не по размеру, избавляйтесь от этого. Все, что уже испортилось, потратилось во внешний вид, все, что не приносит вам радости, вам не нужно. Я считаю, что пусть лучше в гардеробе будет 10 вещей, но они будут любимые, нежели у вас будет, не знаю, 50 платьев в разных, но все такие... Следующая привычка это хобби на регулярной основе. Я уверена, что у каждого из нас есть что-то, что мы очень сильно любим делать, но никак не находим время, по крайней мере регулярно точно его не находим, для любимого занятия. У меня, например, была мечта взять холст, масло и пойти к океану. И я откладывала это 2 года, потому что я думала, ну как же я с Джессикой пойду. Джессика я никак не порисую, а оставить ее мне не с кем. Ну, у меня не получается. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь. И в итоге я решила купить холст детский, взять с собой Джессику, и она получила огромное удовольствие, а я получила, мне кажется, удовольствие в 2 раза больше. Поэтому я всегда говорю, что нужно создавать себе эти моменты, создавать себе воспоминания. Точнее, это мой муж так говорит, а я от него это переняла. И полностью разделяя его точку зрения, если вы не будете этого делать, то жизнь будет скучна и однообразна. Поэтому, если вы, например, давно мечтали взять подружку и сделать красивый пикник в парке, то почему бы не сделать это сегодня, ну или в крайнем случае завтра. Я уверена, вы можете найти час свободного времени для этого. Если вы любите, не знаю, там, играть в футбол, например, возьмите своих друзей, идите играйте в футбол вечером, вместо того, чтобы сидеть в кафешке. И следующая полезная привычка, конечно же, касается спорта, потому что человек, который не занимается спортом, он ощущает себя в разы хуже, чем человек, который занимается спортом на регулярной основе. И я вам советую просто найти тот вид спорта, который вам по душе. Это могут быть танцы, это может быть теннис, плавание, йога, зумба, что угодно, от чего вы кайфуете. Следующая привычка, это проветривание вашего дома. Я считаю, что в идеале нужно проснуться, открыть окна и оставить их открытыми на весь день. Если есть такая возможность. Потому что воздух на улице 100% гораздо лучше, чем воздух в квартире. Особенно, если вы используете свечи, какие-то спреи, которые вообще, кстати говоря, вредные. Следующая привычка, это, конечно же, уборка. Регулярная и без использования химикатов. Я на самом деле только недавно задумалась на эту тему. Вот мы убираемся, убираемся и думаем, вот, я молодец, я убралась, теперь у меня дома чисто. А потом посмотрите состав средств, которые вы только что использовали, набрызгали на свой стол. На полы и так далее. И вы ужаснетесь. Потому что всем этим вы потом дышите. При этом, если еще вы не проветривали окна, это вообще полный атас. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы обратить на это внимание и перейти на средства с чистым составом. Таких на iHerb миллион. Я вам даже поищу и оставлю несколько вариантов внизу. И, конечно же, не забывать про то, что влажная уборка, избавление от пыли, это безумно важно. И сделать это привычкой, которая будет приносить вам удовольствие. Думайте о том, что вы это делаете для своего здоровья. Для здоровья вашей семьи, для здоровья ваших детей, для здоровья ваших питомцев домашних. Несмотря на то, что раньше я терпеть не могла убираться, в последнее время я это действительно делаю регулярно. Я получаю от этого удовольствие даже в какой-то степени. Потому что мне самой дышится легче дома. Дальше я, конечно же, хотела бы немножко поговорить о питании. И здесь долго я останавливаться не буду. Если вы хотите чувствовать себя лучше, включите в свой рацион побольше салатов и водной пищи. То есть фрукты, овощи. В целом, если вы хотите, чтобы вам всегда было легко и кайфово, просто включайте салат в каждый прием пищи. И фрукты нужно есть отдельно, потому что иначе они там как-то очень плохо перевариваются. Короче, не буду в это углубляться. Но суть вы поняли. Побольше водянистой пищи. И не миксуйте тяжелые углеводы, например, рис и курицу. Вместе есть нельзя. Хотя мы очень к этому привыкли. Гораздо лучше для вас будет, например, съесть тот же салат с курицей. Или рис и овощи. Обратите на это внимание. Я советую вам поэкспериментировать. И вы заметите, насколько лучше вы себя будете чувствовать. И следующая полезная привычка, это придумать себе какой-то ритуал по приходу домой. Например, включать какую-то расслабляющую музыку. На ютюбе есть очень много подборок, притом на разное совершенно настроение. Есть подборки, которые вас расслабляют. Есть подборки, которые настраивают вас на интим. В общем, все, что угодно по вашим запросам. Музыка, это прекрасно. Прямо включайте себе и начинайте. Уход за лицом. Обращайте, пожалуйста, внимание на состав средств. Потому что чем больше натурального вы используете, тем лучше вы себя чувствуете. Также заведите себе какую-то удобную домашнюю одежду. При этом, чтобы она была красивой, доставляла вам удовольствие. И обязательно из натуральных тканей. У меня лично в виш-листе есть кашемировый костюм. Я очень сильно его хочу, но он стоит 300 долларов. И мне кажется, что это дофига. Поэтому, если вы где-то видели аналоги, или, может быть, не кашемировые, но что-то тоже очень приятное и из натуральных тканей, то я буду очень рада, если вы мне что-то порекомендуете. И последнее, но, на мой взгляд, одно из самых важных, это выключить интернет. Как минимум, выйти из социальных сетей. Если вы слушаете, например, расслабляющую музыку на ютюбе, то это окей. Но, пожалуйста, выйдите из социальных сетей. Ничего интересного и важного там не произойдет. Проведите время наедине с собой или вместе со своей семьей. Поверьте, вы от этого себя будете чувствовать намного лучше, чем если вы в час позалипаете в инстаграмчик. Кстати, у меня было видео про социальные сети и как они влияют на нашу жизнь. Я там очень много про это говорила, поэтому советую вам посмотреть, если вы еще не видели. Но у меня на сегодня все. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось и что вы для себя что-то отметите. А самое главное, попробуйте и внесете это в свою ежедневную рутину. Подписывайтесь на меня в инстаграме, чтобы видеться чаще. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок